Что делать, если обнаружили дрон, рассказали в городской администрации об этом, а также о том, готово ли население прислушиваться к советам специалистов, будем говорить сегодня. Здравствуйте, это программа «Перекресток». Меня зовут Ольга Соловьева, а в гостях у нас директор Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчуков. Андрей Генрихович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, после появления этой новости возникло много вопросов, я их озвучу, некоторые из них попозже. А вообще, для начала давайте разбираться, что за памятка, кто ее разрабатывал, что в этой памятке. Значит, памятка разработана специалистами Центра по защите населения территории АЧС. Значит, основой послужило событие, которое произошло 7 марта на территории Северсталь. Поэтому мы к этому документу довольно долго шли, но вместе с тем данная памятка была изучена, в том числе и с изучением аналогичных памяток. Точнее, данная памятка была разработана в соответствии с иными памятками, которые разработаны уже в других регионах Российской Федерации. Поэтому после разработки проекта памятки для Череповца, она была согласована с сотрудниками ФСБ, сотрудниками МЧС и сотрудниками полиции. И после согласования мы ее пустили уже как бы в эфир. Распечатали большое количество экземпляров, разместили во всех городских управах, таких 26 у нас на территории города. И в том числе используем для обучения населения по гражданской обороне. Вот какие основные тезисы этой памятки? Значит, в памятке указаны телефоны оперативных служб, в том числе и для города Череповца. Потому что если череповчанин звонит на 112, то, конечно, ни для кого не секрет, что он попадает в город города. И уже оператор после оформления карточки, а это на это проходит минуты 4, только переключает на ЭДС Череповца. Ну и, соответственно, наш оператор уже тоже минуты 2 расспрашивает по той ситуации, о которой необходимо информацию получить от первоисточника. Поэтому, чтобы минимизировать время затраты, рекомендовано звонить на 051, город Череповец, либо на 770-112. Это тоже ЭДС Череповца. И для того, чтобы мы, соответственно, уже сами не в ВООДе, а в Череповце создавали карточку оперативного реагирования и направляли оперативные службы к месту происшествия возможного. Вот вы как раз ответили на первый вопрос, он был 112, когда действительно людей очень подробно обо всем спрашивают, и люди-то как раз переживали, беспилотник летает быстро, и пока ты проговариваешь информацию, может быть, уже поздно. То есть, все-таки лучше звонить в Череповец напрямую? Да, если гражданин находится на территории Череповца, то лучше звонить 051. Это минимизирует количество времени на затраты. И при этом мы уже зададим те вопросы, касаемо местонахождения. То есть, уже наш оператор более конкретно знает все улицы, все дома. Вот, и у него уже в электронном виде открыта карта, и мы уже на карте понимаем, о каком адресе идет речь, и какие ближайшие социально значимые объекты, в том числе и с наличными детей, взрослых, гостиницы, либо торговые центры, расположены в непосредственной близости от данного места сообщения. Ну вот, следующий вопрос, зачитаю. Есть вероятность, что пока звонишь, попадешь в беду, не лучше ли спасать себя? Значит, спасать себя, конечно, нужно, поэтому в памятке прописаны различные варианты, если человек находится в транспорте, либо в квартире, либо на улице, как необходимо вести себя и куда спрятаться, в зависимости от ситуации. Поэтому, если есть необходимость, давайте остановимся. Если находишься в квартире, и ты наблюдаешь за окном беспилотник, поэтому надо уйти в ванную комнату, потому что ванная комната имеет, отсутствуют окна, соответственно, и стены у ванной комнаты, они как бы довольно плотные, несущие. Поэтому, ну и звонить на 051, сообщить адрес дома и о том, что ты наблюдаешь за окном, наблюдал. Вот, если ты находишься в транспорте, то необходимо покинуть транспортное средство и уйти на безопасное расстояние от места полета БПВА. Поэтому, либо спрятаться за зданием, либо спуститься, если есть возможность, в подвальное помещение. Вот, следующий вопрос. Как отличить опасный дрон от обычного для съемок? Стоит ли звонить, если в этом не разбираешься? Значит, отличить вероятнее все, что не получится, вот это только смогут уже подготовленные специалисты, министерство обороны, либо спецподразделений. Поэтому звонить нужно, сообщаем о любом беспилотном летательном аппарате на территории города, потому что у нас город все-таки категорированный по гражданской обороне, и на территории Череповца имеется несколько потенциально опасных предприятий, которые интересны в качестве нанесения возможного авиаудара. Ну и оператор 112 отработает, наш оператор, данную информацию, в том числе по прямому каналу связи и с Росгвардией, и с полицией, и, соответственно, другими подразделениями, которые привлекаются согласно агритмам действий. Ну вот в комментариях даже очень быстро сориентировались нарушители, они говорят, а вот ведь сотрудники ГИБДД используют дроны для поимки нарушителей, вот стоит ли о них звонить, о таких аппаратах, которые видишь над перекрестком? Значит, у нас уже практически год, как существует группа БПВА, в данную группу включены сотрудники ФСБ, сотрудники полиции и другие подразделения, в том числе и потенциально опасных предприятий. Поэтому любой полет, который санкционированный, он заносится в данную группу, и все заинтересованные лица должностные, они видят, в течение какого времени, на какой высоте, кто осуществляет полет и цель полета. И если информация как бы поступает аналогично от звонившего, то мы понимаем, что этот полет проводит, допустим, ГИБДД и определенную цель полет преследует. Также у нас БПВА используется для подготовки различных эфиров в плане улучшения жизни в Череповце. Вот как мы помним, Советский проспект, когда был отремонтирован, то мы тоже снимали съемку с воздуха. Чтобы было понятно жителям, какая работа проведена, как бы и как улучшилась наша жизнь в городе, на данной улице. Поэтому не всегда же у нас БПВА летают несанкционированно. У нас и бывают согласованные полеты. Ну вот, следующий вопрос, частично вы на него еще ответили, но может быть как-то в глобальном плане, самый логичный рейтинговый вопрос был. А есть куда бежать и если нет возможности бежать, то что делать? Вот допустим, Октябрьский мост, да, вот вы говорите, покинуть транспорт и забежать за здание. Значит, на Октябрьском мосту есть, соответственно, спуски, естественно, как бы, ближе к улице Столеваров и ближе, как бы, к той стороне. Поэтому надо спуститься под мост и уже оттуда наблюдать, когда закончится данный полет. Но при этом, опять же повторюсь, надо звонить на 051, либо на 112 и сообщить о том, что над Октябрьским мостом имеется беспилотный летательный аппарат. Чтобы нам оперативно отработать и при необходимости информацию сообщить тот же ДКМ, либо другие торговые центры, находящиеся на стороне Зашнинского района, и оперативно отработать, как бы, возможную эвакуацию жителей для того, чтобы минимизировать количество пострадавших. Андрей Генрихович, а вообще, насколько важно своевременно сообщить о каком-то происшествии, событии? Вот как это может повлиять? Ну, это самое важное, потому что чем быстрее человек сообщит о каком-либо событии, тем меньше будет, соответственно, и количество возможных пострадавших, и количество ущерба для экономики города, вот, и экономики бизнеса. Поэтому лучше сообщить, чем не сообщить. К сожалению, бывают случаи, когда люди снимают какое-то происшествие, но при этом звонок на 112 не осуществляют. Поэтому количество пострадавших, возможно, будет увеличено, количество площади пожара, если это техногенный пожар, естественно, будет развиваться в свободном формате, потому что пожарные не выехали и не приступили к тушению. И это все в итоге может сказаться на возбуждении уголовного дела и привлечении данного лица к уголовной ответственности. Потому что он не сообщил о происшествии, которое стало резонансным, и по уголовному кодексу обязаны следственные органы возбудить уголовное дело. А любое сообщение, размещенное в соцсетях, оно имеет адрес исполнителя, который разместил данное событие, и время размещения данной информации. Поэтому это все будет и изыматься, анализироваться, и в дальнейшем можно пострадать. А вообще у нас были такие случаи, когда-нибудь отслеживали специалисты, что, допустим, в сеть выложена раньше, чем было сообщение о происшествии? У нас были, да. Если мы немножко вернемся к истории, то у нас было пожар в Мякси, где дети погибли. И там один из гражданинов Российской Федерации сообщил, разместил информацию в соцсетях, а потом только информация поступила на 0,1, и машины выехали к месту тушения. Поэтому по судьбе данного гражданина не скажу, потому что это уже не моя компетенция. Но вместе с тем данное событие было отработано. Ну вот у нас сейчас, да, век телефонов, планшетов. Все любят все снимать, все любят выкладывать в сеть. В том числе, может быть, когда работают спецслужбы непосредственно на месте, очень много попадает то, что не хотелось бы, чтобы попадало. Да, расположение какое-то, может быть, там, подразделение полиции, Росгвардии. Вообще вот насколько такие вот очевидцы, скажем так, или зеваки мешают работе спецслужб? Значит, ну такие граждане, конечно, мешают спецслужб. Потому что вместо того, чтобы помогать, они, наоборот, еще препятствуют. И людям приходится, которые участвуют в ликвидации данного происшествия, затрачивать время для того, чтобы обойти там данного гражданина и приступить непосредственно к той работе, которую он должен исполнить. Ну и все-таки любое происшествие, оно, как бы, огораживается. Ну не всегда, как бы, на первом этапе успеваем огородить данную зону. Но вместе с тем, ну, надо быть, как бы, человеком. И в соцсетях размещать пострадавшего, который, там, получил, там, ожоги, там, либо какую-то травму, там, получил, там, да. Ну это просто эстетически некорректно. Знаете, бывают такие случаи, когда на дорожно-транспортном происшествии останавливаются люди, выходят с маленьким ребенком, идут к машине погибшего, например, и вот вместе с ребенком это рассматривают. Вот мне лично это непонятно. Вот что можно сказать таким людям? Ну, поверите своих детей, потому что ребенок получает травму, которая впоследствии может сказаться на его психическом состоянии. Поэтому надо минимизировать, вообще, как бы, наших детей, вот таких сюжетов. Ну и опять же, быть человеком и все-таки проявлять свою гражданскую позицию и о любом происшествии, где вы встали, где вы оказались, как бы, непосредственной близости, сообщайте спецподразделения для того, чтобы они незамедлительно выехали и отреагировали. Телефоны все известны, поэтому 112-051 надо использовать. Вот какие-то крупные происшествия всегда вызывают общественный резонанс, люди начинают обсуждать и опять же сами проговаривают проблему. Вот этот припарковался, вот этот вот своевременно не сообщил. Но, как показывает практика, после все затихает. Вообще, вот по вашим ощущениям, люди прислушиваются к советам специалистов? Как-то вот реагируют на ваши вообще призывы? Или все, прослушали рекомендацию, ну и ладно, себя как-то оправдают, припарковавшись там, допустим, или еще что-то? Вот я уже три года как в МЧС не служу. Поэтому вместе с тем, как бы, непосредственно занимаюсь тем же направлением, что и в МЧС. Ну, к сожалению, у нас практически осталось на том же уровне. То есть машины припаркованы, особенно во дворе МКД. Ну и спецподразделения довольно часто не могут подъехать непосредственно в близости и приступить к тушению того или иного пожара. На сегодняшний день у нас уже 78 пожаров на территории Чайпорца. Эта цифра все-таки довольно большая за три месяца 2024 года. Поэтому все зависит, как бы, от наших горожан, которые перед тем, как парковаться, все-таки посмотрели, не помешает ли данный автомобиль проезду спецслужб. Потому что машины габаритные, и тот же угол поворота надо учитывать. А если вот говорить по пропуску машин спецслужб, охотно ли пропускают? Или все-таки вот до сих пор есть те, кто считает, что пожарные, как говорят, поехали за пивом, да, у нас есть такая фраза, и вот начинается? У нас, конечно, количество таких жителей уменьшилось, которые не пропускают. Но, вместе с тем, есть особо одаренные водители, которые специально не пропускают спецтехнику. В основном пропускают только ГИБДД. А скорая пожарная служба, МЧС, они как бы вынуждены либо объезжать на светофоре данный автомобиль, если автомобиль стоит на красном сигнале светофора, либо уже каким-то другим образом за ним ехать и уже ждать, когда все-таки человек услышит спецсигнал и примет вправо. Вот давайте объясним людям, что такое потеря времени при пожаре. Вот человек заблокирован в квартире, сколько, какой шанс у него есть выжить, если вовремя приедут пожарные, если они не приедут? На территории Чайповца у нас расположено 10 пожарно-спасательных подразделений. Согласно 123-го федерального закона, машина первая, которая должна прибыть на пожар, 10 минут, до 10 минут в городской черте. Поэтому на любой пожар выезжает несколько пожарных подразделений не обязательно из той части, которая находится в близости, потому что и данная машина может упасть в ДТП, и поэтому уже они останутся на месте, а будет двигаться другой автомобиль в место вызова. Конечно, от этого зависит жизнь, потому что не просто так. Я сказал, что 3 человека погибло у нас в этом году на территории города, 5 человек пострадало. И если мы будем пребывать быстрее, то и у людей будет больше шансов спастись, нежели... Нежели, если, да, спасатели где-то застрянут в пути. Да, поэтому давайте еще раз начнем с себя. И если вы слышите, что спецмашина едет с включенными маячками, надо принять право, пропустить, и дальше уже продолжит свой путь движения. Ну, опять же, возвращаясь к пожарным, вот и дворам, ну, как люди рассуждают, нет парковочных мест, вот что делать? Ну, вот так вот встали, думают, что все хорошо. Вообще, как-то, может быть, на уровне города возможно ли принять какие-то решения, например, оградить повороты во дворах, ну, или что-то, или это, ну, должны сами собственники принимать такие решения. Как тут вообще быть? Значит, надо, рекомендую, инициировать выездное собрание, пригласить совет дома, управляющую компанию, управу, у нас на территории Череповца 26 управ, поэтому у каждой управы есть определенная территория. На сайте мэрии есть информация, в зависимости, по какому адресу ты проживаешь и какая у тебя управа. Это все в доступе, поэтому адрес забиваем, управу получаем, телефон контактный высвечивается. Звоним в управу, встречаемся, либо по телефону обсуждаем, и на выездном совещании можно будет переговорить, в том числе и при необходимости депутата пригласить Череповской городской думы, и уже проработать различные пути решения для того, чтобы количество парковочных мест по возможности увеличить. По 10 округу отрабатываю с каждым сообщением, и в принципе у меня, как у депутата, каждую неделю выездные совещания, и каждое сообщение отрабатываем с управой. Ну вот начали мы с вами с темы беспилотников, и если возвращаться опять же к глобальной теме, не только беспилотники могут нанести вред, но и различные диверсии. Вот людям в чем еще стоит быть бдительными? На что обращать внимание сейчас? Может подозрительные соседи, машина, не знаю что? И вот если нам кажется, стоит ли сообщать? Ну вот подъехала незнакомая машина, допустим, во двор, нам стоит о ней сообщить? Как быть? У нас за последние два года количество сообщений о подозрительных предметах увеличилось на 0,51. Поэтому каждое сообщение без внимания не остается. Мы отрабатываем с Росгвардией данные сообщения, и киновок с собакой подъезжает по указанному адресу и отрабатывает. Большое количество сообщений стало о минерании школ, садиков, поэтому тоже отрабатываем каждое сообщение. Ну и ФСБ уже в дальнейшем отрабатывает по выявлению виновного лица. У нас в том году большое количество школ было заминировано. Уже виновника нашли и привлекли к ответственности. И позавчера 27 заведений было заминировано, поэтому тоже отрабатываем по каждому звонку. Ну и по машинам тоже необходимо сообщать, потому что если машина подозрительная, и в том числе без госномеров, и стоит непосредственно в близости от какого-то потенциально опасного объекта, то, считаю, будет бдительным, если человек сообщит. А мы уже отработаем с ГИБДД данный автомобиль оперативно, и дальше либо хозяин будет установлен, и попросим машину переставить на удаленное расстояние от объекта, либо проведем эвакуацию на штрафстоянку. Ну вот знаете, еще как люди спрашивали, вот допустим, да, приехали какие-то, знают, что квартиры сдаются, вдруг заехали какие-то люди, например, группа мужчин, как-то людям страшно, вот куда, в полицию позвонить, думают, ну вот, а вдруг это нормальные люди, и вроде как неудобно, какие-то проблемы устроишь. Вот как быть? Ну сообщить надо на 102, либо опять же на 0,51, потому что каждое сообщение должно быть отработано, и если люди подозрительные, в том числе и неславянской национальности, вот, поэтому полиция выйдет, проверит документы. Ну, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был директор Центра по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчуков. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин